Какие проекты сегодня интересны бизнесу? Как увеличить приток иностранных инвестиций в страну? И почему Москва не Россия? Об этом в эксклюзивном интервью Инвестпортал рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Какие проекты сегодня интересны? Это будет еще более успешным. И поэтому мы недавно привлекли, как вы знаете, 5 миллиардов долларов от Абудаби Департамента финансов, которые заинтересованы в инвестиции в инфраструктурные проекты. Мы планируем инвестировать вместе с ними, в том числе, в проекты в Москве. Нам интересны и платные дороги, и другие объекты транспортной инвестиций, инвестиции в парковки, в сектор ЖКХ и многие другие. Поэтому Москва сегодня является одним из центров притяжения, является примером для многих других регионов, как привлекать инвестиции. Вы знаете, на самом деле они совпадают, потому что большой очень интерес к инфраструктуре. И мы видим, что в России много очень интересных инфраструктурных проектов, которые можно делать и за счет иностранных инвесторов, и в партнерстве, в том числе, с российскими внутренними инвесторами. Поэтому мы считаем, что это очень большой фокус. Но также, безусловно, есть много других интересных диверсифицированных секторов, куда инвестиции приходят. Это все, что связано с ростом среднего класса в России. Мы, например, инвестируем и в медицину, и, соответственно, в развитие сети кинотеатров, в производство, в логистику, в агросектор. Поэтому очень много интересных секторов в России. Мы общаемся в основном с теми инвесторами, которые уже имеют опыт развития соответствующих индустрий в своих странах, в других странах. И они уже приходят сюда с умными деньгами, со своим опытом, а не только с финансовыми ресурсами. Я считаю, что мы, как Российский фонд прямых инвестиций, являемся неким примером успешного института, который создан под эгидой президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации. За полтора года существования мы уже сумели 3 миллиарда долларов с партнерами проинвестировать в сектора различной диверсифицированной российской экономики и создать совместные платформы на 9 миллиардов долларов, куда иностранные инвесторы готовы входить в различные проекты в России. Поэтому наш опыт показывает о том, что надо фокусироваться на крупных инвесторах, надо с ними говорить и рассказывать те преимущества, которые есть у России. Это одна из самых крупнейших экономик в мире с значительными возможностями для роста. И просто постепенно общаясь с ними, создавая совместные платформы, совместные инвестиции, может добиться большого успеха. Также мы видим, что более 75% тех инвесторов, которые уже проинвестировали в Россию, они очень довольны своими инвестициями. И чем больше будет примеров, и мы будем рассказывать об этих успешных примерах, тем больше тем инвесторам, которые не инвестировали в Россию, Россия будет более привлекательна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова